У меня к вам вопрос. Сейчас Максим говорил о Давиде. Давид, представьте себе маленького Давида. То есть в то время, когда вот описано, Давид пас овец в доме отца своего. Кстати, кто помнит, как Давида отца звали? Есейский. О, слава Богу. Читаем Библию. Когда он пас овец в доме своего отца, какая картина была? Давид сидел и думал, так, мне нужно составить план жизни. То есть сейчас как бы я пасу овец, и мой статус слишком мал. Ну что такое пастух? То есть вообще ни о чем как бы. Мне нужно поставить себе цель и жить согласно этой цели. То есть для начала мне нужно какой-то экшен. То есть что я сделаю? Как раз сейчас война. То есть мне, наверное, нужно пойти на фронт, как-то отличиться, получить некие награды. Как бы немножко, чтобы меня заметили. Потом как бы, да, уже дальше по служебной лестнице, и я достигну тех успехов, которые должен достичь. Давид так размышлял в доме отца. Нет. Нет. Хорошо, тогда задам другой вопрос. Что сделало Давида таким успешным, каким он был? То есть раз уж мы начали говорить о Давиде, тогда я буду продолжать тему Давида. Хорошо? Вот. Почему Давид стал успешным? Ответьте мне на один вопрос. Вот на этот. Давайте вместе поразмышляем. Бога искал. Сердце было, угодно было. Послушно. Вот все, что вы говорите, это прям в десятку. В датце когда-нибудь видели, да? Когда там в десятку попадают, в три раза там, да? Потом чемодан денег зашел и пошел по своим делам. Все ответы в десятку. Утренение двадцати. А, ну, да. Я точно сказать не знаю, я так кроме глаза не могу смотреть. Давид целиком и полностью был поглощен Господом. Он не просто, знаете, по воскресеньям два-три часа, да? Иногда вот в вашем формате, как бы, у вас время не наблюдаете. Можете четыре-пять часов. Он не просто вот в этом узком формате размышлял о Господе. Он не просто уделял какое-то время там, да? При нашей, скажем так, современной занятости. Мы можем там, ну, немножко полчаса утром там, да? В молитве, в размышлении. И как бы час вечером перед сном. Ну, у кого есть дети, может быть, еще там детская Библия. Я чуть-чуть там, днем там, да? Вот, вы скоро там, да? Будете, да, чуть-чуть днем. Там у вас будет расписание по изучению Библии. Давид не этим жил. Давид жил размышлением о Боге двадцать четыре часа. Помните, да? Встаю я, ложусь, да? Хожу. Когда мы Иисусу Наверное читаем, возьми детей, навяжи на косяках, везде. То есть, вся сущность Давида была полностью пропитана Богом. Поэтому Давид стал успешным. Если вы будете ставить цель, и я также вместе с вами, ставить цель, достигнуть этого, но без Христа, без Бога, вы будете в поражении. Если же вы, как Давид, будете полностью поглощены Богом. В постоянном познании. Вот сегодня Максим интересный текст прочитал. Помните, да? Второе послание Петра. Первая глава со второго стиха. Там написано, как от божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. И дальше там написано, какое ключевое слово там стоит, самое ключевое слово во всем этом небольшом тексте, который Максим прочитал. Познание. Через познание призвавшего нас славу и благостью. То есть, если мы сейчас возьмем Давида и спроецируем его на нашу жизнь, то что сделает нас успешными? Это личное отношение Бога, которого мы будем постоянно познавать, которого мы будем постоянно изучать, которого мы будем постоянно наслаждаться, которого мы будем всегда ставить в основании принятых наших решений. Понимаете, да, то есть, о чем я говорю? То есть, у меня есть план, у меня есть цель. Господи, что ты видишь для меня в этой цели? Господи, как ты хочешь, чтобы я эту цель прожил? Господи, как мне не отойти от Писания, от твоего слова, достигая этой цели? То есть, вся сущность Давида была пропитана Господом. Вы помните, да, эту историю? Он посовет. Отец подходит к нему и говорит, там старшие братья воюют, там фронт, там опасность. А вот возьми еды, отнеси туда. Что Давид сказал, когда увидел эту критическую ситуацию, которая могла повлиять на ход войны? Ну, вы представляете, да, Голиаф. То есть, человек, который был описан Голиаф по историческим данным, то есть, он был примерно 2,40 ростом. Представляете себе, махина, да? Возможно, он ни одну горячую точку уже прошел, да? То есть, это была машина для убийства. То есть, это был человек, которого армия выдвинула вперед, для того, чтобы они поверили силами. Раньше помнился, да, как у нас из истории, там, России, мы знаем, там, Челубей и Пересвет, там, да, решали между собой вопросы. И, скажем так, от исхода этой схватки зависело, там, какая армия. Это, скажем так, такой некий гуманный способ был до меньшего кровопролития. То есть, один решал вопрос, как бы, исход всей битвы. И здесь армия выдвигает Голиафа, и Давид, махина, да, с оськами стоит, да, и слышит все это. Что Давид сказал? Кто этот необрезанный? По-другому, что это за свинья? То есть, евреи того времени считали необрезанных свиньями, по-другому, да, я, как бы, своим языком говорю, что это за свинья, которая поносит имя Бога Жилого. И в этом же контексте мы можем предположить, то есть, это не богословие, да, это не текст Писания, мы можем предположить, и почему вы бездействуете. Чем руководствовался Давид, когда взял, прощуя, несколько камней? Правильно. Ему Бог напомнил. Ты помнишь, овечку забрал. Лев, что ты сделал? Да просто на льва пошел. Давайте, друзья, сейчас пойдем в зоопарк, как бы, я просто брошу, как бы, ваш айфон в клетку со львом, и вы просто пойдете, как бы, и заберете. Вы так сделаете? Все задумывались. Я нет. Я нет. Давид просто, он вспомнил, он говорит, Господь, который делал те вещи с овечками, когда я был послушен отцу на пастбище, и для меня не стоило, то есть, не для него конкретно, он переводит стрелки, он говорит, Бог решал эти вопросы. Потому что я боюсь его. Я имею с ним личное отношение. Поэтому я возьму сейчас то, что должен делать. Голиаф, как распринял эту ситуацию? Что это за собака такая вообще? Вышла на меня. Ты почему не уважаешь меня? И все, нет Голиафа. Помните, да, какие песни потом слагают? Саул тысячи, Давид десятки тысячи. Это же прям целая композиция вообще там. Целые симфонии начали придумывать Давид. Понимаете, да? Почему он был успешен? Потому что его сердце, его взгляд, его разум, вся его сущность была полностью. Вот я, Господи, что ты хочешь от меня. Понимаете, да? И хотел бы сегодня с вами, то есть, это было вступление, да? Вы понимаете, что если 20 минут вступления, то проповедь, она примерно 2,5-3 часа, да? Аминь. Не, шутюшки. Сегодня хотел бы с вами поразмышлять о том, о тех отношениях, которые были у Давида с отцом. Как он понимал. Как он воспринимал Бога. Как он преподавал Бога. Открываем 8-ю псалом. Потому что книга Псалтырь, она лучший наш помощник в этом вопросе. Книга Псалтырь показывает сердце Давида. Она показывает, как он разрывался от того, что Бог наказывал. Она показывает от восхищения, когда Давид взахлёк произносил слова. Когда его слова повторялись. Она показывает сердце Давида, уповающее на Бога. И книга Псалтырь, это поэзия. Это поэзия, как тут, с помощью которой Давид воспевал свои отношения с Богом. Я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять на 8-й псалом. Этот псалом мы читаем начальнику хора на герском орудии и псалом Давида. Вот это вот герское орудие, это, скажем так, современная гитара. И на герском орудии ещё два псалма исполнялись. Это 80-й и 83-й. Это псалом Асафа 80-й и 83-й. Это сынов Кореевых. И все три псалма, 8-й, 80-й и 83-й, они все имеют характер радостный. Они все имеют характер ликования. Это, знаете, да, есть псалмы печали, есть псалмы уныния, есть псалмы надежды, есть псалмы, когда Давид был в столь стеснённых обстоятельствах, когда он выл. Да, еврейские слова, которые говорят об этом, то, что он выл. Бывает такое, когда человек в отчаянии, у него прямо изнутри вырывается такой эмоциональный порыв, когда он там воет, да? А здесь он улыбался, он радовался, он просто восхищался. И здесь вот автор пишет, да, что на герском орудии псалом Давида. Весь псалом говорит о величии Бога. Давид здесь поёт о величии Бога. Есть такая интересная история. Взойдя на трон Франции в возрасте 4 лет, Людовик XIV правил 72 года. Это было самое долгое правление в истории современной Европы. Я говорю, современная Европа началась от Рождества Христова до нас. То есть это, представляете, 72 года человек стоял у власти. То есть это с 4 лет и до своей полной смерти. Он называл себя великим монархом. Ему принадлежит такое выражение, что государство это я. Это был Людовик XIV. Но, знаете, да, что в 715 году, или не знаете, то сейчас узнаете, Людовика XIV, как и все, посетила смерть. То есть она вообще ко всем приходит. Да, что если вы его забыли, то он просто умер. Он приказывал, чтобы его похороны были самым грандиозным событием вообще во всей Франции. И вот представьте, отстроили специально огромный собор. Похоронный для него. То есть он ещё при жизни начал строить этот собор. Во главе, на постаменте поставили гроб из чистого золота. То есть собралось всё духовенство Франции со всех регионов, со всех областей, как они их называются. И вот представьте эту огромную массу народа. Почти вся страна стекалась к Париже для того, чтобы пройти мимо гроба, отдать дань этому великому монарху. И в знак его величия зажгли огромную свечу и потушили свет во всём храме. Представляете, вот эта атмосфера, она была такая прям наполнена тем, что умер великий человек. В однозначное время похоронная служба началась. Епископ, который руководил вот этой государственной похоронной службой, он поднялся на постамент и он сделал такое действие. И зал просто ахнул. Представляете, вот эту машину, вот этот процесс зал и он произносит один в тишине лишь Бог велик. Представляете, да, вот эту картину. Хотя человек очень высокого мнения о себе, вы должны чётко и ясно понимать, что велик только Господь. Велик, славен и прекрасен только Бог. Эти люди, присутствующие на похоронной процессе великого монарха, превозносившие своего царя при жизни, могли отчётливо видеть, что жизнь прекратилась и, соответственно, его величие тоже прекратилось. Псалом 8 это величественная песня, написанная Давидом по вдохновению Святого Духа и показывающая нам радость и отношения Давидом. Давид был настолько прост в отношениях с Богом, что не стеснялся при своим этим всем израильским народам в нижнем белье скакать, когда несли ковчег в храм. Помните, да? Когда обратно с плена Филистинского вернули ковчег и его жена даже говорит, ты что-то вытворяешь, ты же царь. Он говорит, какой царь тут Господь? Какой царь вообще? Ты о чём говоришь? Жена, вообще у тебя с мозгами всё хорошо. Я говорит, всё. Ему не страшно было за своё положение, да? За то, а что он по мне народ подумает? Его лишь только беспокоило одно. Это я и мой Господь. Я и мой Господь. И здесь он поёт о величии Божьем. Вы помните в 50-м псалме, в псалме покаяния, когда Давид после всех дел, которые совершил в Сверсании, какую фразу он произнёс в отношении с Богом? Давай, давай вспоминать. Помилуй, помилуй, с чьей-то покаян. Да? Он сказал тебе единому согрешение. Его ничего не интересовало. Во-первых, я не говорю о том, что он не переживал об отношении к Суре или с его семьёй или с семьёй Версавии, да? Это всё следствие. Но самое важное, о чём говорил Давид, самое важное, что он там хотел нам передать, это тебе единому согрешение. Потом уже, вы знаете, да, я не знаю, говорил я или нет, на тот момент, когда я уверовал, у меня было порядка пяти миллионов долгов, ну, рублей. То есть, на тот момент, когда я уверовал, и этот долг до сих пор, он уменьшается с каждым годом, то есть, на сегодняшний день осталось ещё семьсот тысяч, я уже, господи, одиннадцать лет с хвостиком, да, одиннадцать с половиной лет с хвостиком, и до сих пор я отдаю долги из старой жизни. Понимаете, да, то есть, я к чему это хотел сказать, а к чему я хотел сказать, к тому, что мы можем поменяться, но последствия, как у Давида, то есть, да, будут дальше длиться. У него сын погиб, помните, да, сын родился и умер, это последствия. Последствия нашего греха мы будем черпать, может быть, многие-многие года или так, нашей жизни. Но самый основной момент, на котором акцент ставил Давид, тебе единому я согрешил. Я знаю, что Бог меня простил. Я знаю, что Бог полностью поменял мою внутренность. И я живу сейчас ради того, чтобы, Господи, что ты хочешь, чтобы я делал? Господи, ты мой главный, а я твой выполнитель. Ты через меня будешь являть людям славу. Вот так вот говорил Давид. Последствия потом будут, потом, последствия были его жизни, когда ему Бог сказал, что ты очень сильно хочешь храм построить, но построить следующий потом. Ты не построишь. Давид хотел, хотел, получилось, нет, не получилось. Но всегда его сердце было, Господи, я с тобой отношения сейчас не хочу тебе. Для меня отношения с тобой, это как, когда вот очень сильно пить хочешь, да, тебе это. Пьешь, потом утолил жажду. Вот у меня такое же отношение, понимаете? я очень сильно, я всегда голодный по Господу. Я не знаю, почему так. Я когда впервые о Господе услышал, много лет назад, я посмеялся над этим людям. потом, когда я был в том месте, о котором мы не говорим, да, так называется, да, вслух, мне не нравится. Я говорю, давай. Когда я был в Ретте, я тоже слышал о Господе, но я три раза оттуда убегал. Я благодарен тому, что Бог дал возможность изучать Священное Писание. Вы представляете, да, в Ретте, третий раз я был полтора года, и там нету книг, кроме Креста и Нож, которые два раза прочитаешь, как бы уже наизусть знаешь, потому что она тоненькая, и Библии. Просто нету, понимаете, да? И Бог сделал так, что нечего делать, да, ну, работа, труд и Библия, все. Да слава Богу, что такое Библия. Да слава Богу, что Библия, которую от безделия читаешь, да, а потом вечером опять от безделия читаешь. Ну, и утром опять от безделия читаешь, и вечером опять от безделия читаешь. А потом, когда Бог духом своим святым в сердце попадает, все там меняет внутренность, все, о чем читал, по полочкам все разложилось, но Господи, как прекрасно ты оказываешься. Как без тебя-то, как я без тебя-то раньше? Как вообще, никак. И вот Давид говорит в 8-м псалме. Господи, со 2-го стиха. Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле, слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев, грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь Его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь Его. Немного Ты умолил Его предангелами, славу и честью увенчал Его, поставил Его владыку и над делами рук Твоих, все положил под ноги Его, овец, волок всех, а также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Удивительное псалмон. Мы с детьми обычно зимой или весной, у меня три девочки, вот сегодня как мальчик не получается, да? Молитесь, может быть Господь даст мальчику. Очень сильно хочем мальчика или хотим, как правильно я говорю. Я просто Татар Малай, бруща, блюмеем. Татар Шелляси. А? Татар Шелляси, ага, еще чуть-чуть. Вот. И мы с ними планируем наши какие-то там может быть совместные поездки там летом, когда там у старшей дочери будут каникулы, мы планируем. Мы так любим Бога, что очень много им проповедуем о Боге. Очень много. Порой даже с тобой надо немножко отдохнуть. А с другой стороны сегодня слышал Максима вступления, да, и размышления, говорил, когда о видении, то понимаю, что то общество, в котором растут наши дети, оно формирует их мышление. Вы знаете, да, что у фашистской Германии был идеолог такой, Гиммлер. То есть, это был реально идеолог, который формировал мышление фашистской Германии. Он мне не нравится, да, вот я говорю на камеру, да, но мысль, которую он преподал, она, скажем так, приемлема, да, она имеет библейское основание. Дайте мне ребенка до 7 лет, и вы потом его не переделаете, это будет до корня мозгов, фашист. Понимаете, да, то есть, с нуля до 7 лет. Что в него, это вот вам, родители, да, сейчас, на будущее, что вы в него будете вкладывать с самого рождения, даже сейчас, он уже сейчас, его еще вроде бы как нет, но, кстати, у японцев он уже есть, как-то, то есть, у него рождение с момента зачатия, да, то есть, у них паспорт выдается, когда он рождается, ему уже 9 месяцев, понимаете, да, вот, поэтому, японцы они дальше, дальше пошли, они Toyota Land Cruiser придумают, да, то есть, им можно верить, да, японцы. Нормально. Вот, да, нормально, да, молодцы, нормально, кстати, японцы. И мы у нас с детьми планируем, да, я всегда им проповедую о том, что я больше всего хочу поехать на небо. И недавно нашей третьей доченьке исполнялся годик, и приехали все родственники, близкие, мамы, папы, дяди, тети, все. И когда бабушка спрашивает у старшей дочери, ну, а после этого, я даже не придаю значения о том, что я им проповедую, представляете, всегда о том, что я хочу поехать больше всего на небо, где там Господь, где Его слава, где Его бесконечность, где Он никогда не кончится, где мы будем в вечности пребывать в восторге, в радости, и в совершенных телах, и все это будет вот с Господом вместе. Я не замечаю о том, что я это постоянно говорю. а так вот, чисто мирские там цели, мы хотим там съездить в Ярославль, там, да, к друзьям, их проведать, там тоже церковь молодая образовалась, да, ну, то есть вот так вот, и мы с детьми тоже эти вещи обговариваем, и тут, представляете, всегда идет застолье, большой праздник, и бабушка спрашивает, а вы куда хотите больше всего поехать? у меня дочь отвечает, ну, мы больше всего хотим умереть, и к Господу. Я думаю, народ, это мы, это что такое, это что такое вообще, Полина хорош, ну, мы же хотим Ярославль пойти. Ну, говорит, пока, говорит, еще не туда, но сначала, сначала, съездим в Ярославль. Я думаю, народ, с одной стороны, это приятно, понимаете, да, приятно, как к отцу, который воспитывает дочерей, вот, в русле священного писания. Понятно, там, для бабушки, там, голос, ну, там, ку-ку-ку, и умереть, а перед этим в Ярославль съездим, да? Ну, вот, давайте вернемся к восьмому псалму, и продолжим. Центральная тема, величие Божие. Чарльз Спэрджин назвал этот псалом песни астрономы, вероятнее всего, представляя Давида, сидящего на крыше кровли и наблюдающего ночное небо, когда вот он говорит в четвертом стихе, когда взирай на небеса, наделай рук перстов твоих на луну и звезды, которые ты поставил, да? Он, как бы, Давид сидит, смотрит на все это и видит абсолютную славу Божию. Куританин, доктор Чалмарс, однажды заметил, сколько пищи для размышления может найти душа в красоте ночного неба? Это луна, звезды, что это? Они находятся над миром и уносят нас за пределы его. Мы чувствуем неземное влечение и поднимаемся в возвышенных мыслях над ничтоженным миром человеческих страстей и повседневных забот. Ум отдается мечтам и переносится в восторгах мыслей в далекие и неизменные сферы. Удивительное, да, размышление, когда ты смотришь на природу, когда ты смотришь на его творение, ты безмолвен. Помните, да, в послании к Ривену написано? Они безответны, потому что через рассматривание ты видим. То есть, потому что Бог явил им. То есть, когда мы разговариваем с неверующим человеком, да, и он говорит, что он атеист, мы говорим, нет, ты не прав, потому что Бог тебе все явил и ты абсолютно все знаешь, что Бог есть. Также подтверждением центральной темы величия Бога выступают литературные особенности. Если вы посмотрите на восьмой псалом с высоты птичьего полета, да, чуть-чуть Библию, сделайте так назад, чтобы увидеть весь псалом, то вы увидите, что он начинается «Господи Божий наш, как величественное имя Твое», и заканчивается «Господи Божий наш, как величественное имя Твое». Это вот особенность древнееврейского языка, когда авторы основную тему заключали в рамках. Ну, то есть, весь восьмой псалом состоит «Господи Божий наш, как величественное имя Твое», а внутри идет раскрытие «Почему Бог велик?» И вот на этот вопрос «Почему Бог велик?» мы сейчас по-своему понаблюдаем между вот этими стихами, между вторым и последним. Автор здесь говорит о своих отношениях с Богом, употребляет личное местоимение «Господи Божий наш, сам, причисляя себя ко всем остальным, кто верует в Господа». Итак, давайте мы посмотрим на три составляющие, да, или три сферы, раскрывающих величие Бога. Во-первых, мы посмотрим, что величие Бога нам показано в Его славе. Во-вторых, мы увидим, что величие Бога показано нам в Его силе. И третье, что оно проявляется, да, показано в Его владычестве над творением и над человеком. Итак, давайте мы обратим с вами внимание на первую сферу, это Божье величие проявляется в Его славе. И мы читаем вторую часть второго стиха. «Слава Твоя простирается превыше небес». Первое, о чем говорит Давид после обращения, он выражает свое восхищение Богом. Вы когда-нибудь задумывались вообще о масштабах того мира, где вы живете? Это прекрасно. Значит, оно все свидетельствует о том, что Бог есть, да? Представляете, да, картину. Земля, наверняка вы видели этот ролик, когда показана Земля, такая большая, потом она уменьшается, показано Солнце, потом Солнце уменьшается, показано там еще какое-то Солнце, потом уменьшается еще, 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 там звезды, да? Так вот представьте, да, картину, что Солнце, да, каких огромных масштабов, но оно абсолютно, абсолютно мало по сравнению с другими звездами. Вот представляете, да, Солнце находится в галактике. Эта галактика находится в маленьком скоплении галактик. Это 15 галактик. Это Млечный Путь, который вы наблюдаете в августе. Видели, да, наверняка Млечный Путь? Так вот, вот этот Млечный Путь состоит из 15 галактик. Представляете, да, насколько мало Солнца в отношении этой галактики, да, то есть это, там, крупинка какая-то, да, какая-то яркость небольшая там, да, в сравнении с галактикой. Млечный Путь это 15 галактик. Это местное скопление галактик. Есть еще, помимо этого, да, есть сверх, то есть это, есть сверх скопление галактик, которое включает в себя 30 тысяч галактик. То есть Млечный Путь вот в этой схеме вообще ни о чем. Понимаете, да? И у меня, когда я размышлял об этом, да, вот о масштабах Вселенной, о масштабах, и я начал думать о себе. Я думаю, я же пыль. Ну, серьезно. Вот по сравнению вот с тем, что это вот все вот огромное, такое, бесконечное, хотя у нее есть края. у нее нету бесконечности у Вселенной. У нее есть определенные размеры. Мы, мы, правда, не знаем, у нас не хватает мозга, технологии для того, чтобы объять это необъятное, да, вроде бы. Я думаю, это получается, что вот если я сейчас возьму пыль, да, то пыль это Вселенная. То я это пыль у этой пыли, понимаете, да? То есть это, я настолько мало, настолько ничтожен в сравнении со всеми габаритами, которые Бог нам сегодня представил, я еще иногда могу сказать Господу, ты не прав, нет, у меня свой план для жизни. Представляете, да, творение говорит Творцу о том, что не-не-не, Господи, ты не так эту ситуацию видишь, я ее вижу лучше. Это то же самое, что вошь прыгнет мне на голову, да, и будет там сверху, эй, я тебе сейчас это, давай ты тут, короче, не чеши здесь, я тут буду сейчас жить и буду делать что хочу. Представляете, да? Удивительно. И у нас хватает иногда способность. Творение, да, дорогие друзья, и Псалом выражает творение как небеса, так вот, слава Божья, которая подчеркивает его величие, простирается при высшем небес. Вот это еврейское слово превыше небес, это не значит, что, скажем так, ну вот, Библия, это как бы вселенная, да, то есть, вот у нее есть границы, да, а я, как бы, да, это Бог, который больше этих границ, то есть, как будто бы у Бога есть тоже какие-то там очертания, которые чуть-чуть больше, да, ну то есть, есть волейбольный мяч, а есть футбольный, если мы их рядом поставим, то один, то второй как бы визуально больше, это не говорит об этом, слово превыше, это значит превосходнее, то есть творение, оно сотворено, и Бог, который сотворил это творение, он превыше этого творения, и это подчеркивает его величие, это подчеркивает его величие, вы думаете, что находясь здесь в этой комнате Бога нет? Или Бог на улице? Или Бог там где-то на небе? Я один раз заходил в одну церковь, повернул голову под купол, и там нарисованы были Иисус Христос, был нарисован какой-то девушкой, дедушка кудрявый, и рядом голубь, я спросил его, что это за дедушка кудрявый, мне сказали, это Бог, я говорю, ну как-то получается, как будто это, я считаю неверующим, это было очень давно, я был молодой, неверующим человеком был, меня немножко смутило то, что ограниченность Бога, на самом деле Бог, он безграничный абсолютно, слава Божия простирается, по-другому можно сказать, распространяется при высшетворении, в 137-м псалме мы видим это подтверждение, когда Давид, он говорит, славлю тебя всем сердцем моим пред богами, пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим, день, когда я возвал, ты услышал меня, прославят тебя Господи все цари, земные, и воспоют пути Господни, он говорит, потому что твоя слава велика, твоя слава велика, это были личные отношения Давида с Богом, он был абсолютно уверен в том, что Бог абсолютно славен, и этим самым он подчеркивал его величие, слава Господне, вы знаете, что это совокупность всех его совершенных качеств, проявляющихся каждую секунду внутри Троицы, Бог Отец, Сын, Дух Святой, и в Его во всех делах, которые Он являет в нас сегодня, я смотрю на вас, и я вижу Бога, я смотрю на небеса, я вижу Бога, я смотрю на свою жену, на своих детей, на то место, где Бог поставил меня нести служение, я вижу Бога, я вижу Бога, я задам один вопрос, на который вы подумаете, и сами себе ответите, по поводу власти, нравится ли мне сегодня наша власть, я скажу, что не знаю, не потому, что меня сейчас пишут, а потому, что я не знаю, но я могу точно знать, точно могу знать, что если сейчас возьми и убери всю власть и тем более правоохранительные органы, то будет абсолютно вакханали, это будет, это будет ад здесь на земле, представьте ситуацию, что сейчас возьмут и уберут уголовный кодекс, просто на секунду представьте, и тогда вы будете не в безопасности, тогда наша дикость вылезет наружу для того, чтобы что сделать, сохранить свою безопасность, когда мы рассматриваем о какой-то любой теме, касаемо ущемления наших прав или еще, ну это небольшое отступление, от правовы, размышляйте о ней со всех сторон, не только с точки зрения, когда мне выгодно, а с точки зрения разные вопросы задавайте, если она будет, если ее не будет, а что будет, если ее не будет, а что будет, если она будет, а как это изменить, а как это не изменить, у вас интересное видение, и я буду молиться за это видение о прекрасном обществе, в котором было бы комфортно абсолютно всем. Я буду молиться об этом, я не знаю, как Господь вас будет вести, может быть, это будет, может быть, вы начнете, а ваше пятнадцатое поколение это продолжит, мы не знаем об этом, но мы не можем не делать, понимаете, или когда Самуил сказал Давиду, что ты будешь царем, навискал, подожди, мне надо, чтобы мне 40 лет исполнилось, потому что я еще в полный возраст не вошел в еврейский по закону еврейскому, да, я еще там 20 лет не бегал от Саула по полям, подожди, подожди, ты еще торопишься, Давид так сказал, он воспринял это как волю Божью в своей жизни, иди и делай, у Давида за 20 лет ни один раз сомнений не возникло, что он не царь, он жил как царь, при живом царе Сауле он жил как царь, он ходил договорился с теми, то есть представляете, да, интересно, молодой человек, которому чуть больше 20 лет, которого Самуил благословил быть царем, он бегает от главы государства живого и в это время сохраняет территорию Израиля, вступая в вооруженные конфликты и защищая израильскую территорию, не, ну вообще глупый человек, не, ну серьезно, он уже приступил к своим обязанностям по охране территории, которую Бог образовал, он сказал, вот это будет израильское государство, и Давид бегая от Саула, от своего же правительства, который Бог поставил, он защищает территорию Израиля для того, чтобы другие народности в это время, да, не захватили и не оттяпали часть территории и не забрали там в плен его же государства, он уже как царь был, ему не важно было, хотят, хочет его убить, Саул, и при этом он очень сильно уважительно относился к Саулу, сколько раз он мог его убить? Два раза, это железобетон, а при этом, сколько раз он мог его убить? У нас пальцев не хватит на руках и у нас всех вместе не хватит на руках. Он обладал колоссальнейшей силой, Давид, от Бога. Он троим воинам говорит, хочу пить, помните, да, хочу пить. Три воина идут через весь стан противника, колодец всегда ставил посредине стану, когда армии были, они посредине стана рыли несколько групп колодцев, или один колодец, в зависимости от воинов, оттуда черпали воду, это самое удобное было, то есть место, когда в центре, круга, располагался колодец, то есть это самая ближняя точка была, потому что если колодец на северном, скажем так, делали, то с юга пришлось бы далеко ходить, да, а северяне там, да, постоянно возле воды обалдели. Нет, всегда стояли колодец в центре, Давид говорит, хочу вон той воды. Три человека через весь стан с оружием идут, кружат на своем пути, набирают, да, черпают ему воды и приходят обратно. Что, Давид не мог сказать троим, идите, завалите салон. Чуть тут, он же не царь, его уже убрали. Нет, Давид говорит, пока Господь его жизнь не решит, я никто построил не с этим. Ничего себе, вот это да, вот отношение Давида с Богом, вот это послушание, вот это беззаговорочная капитуляция перед его величием. Вот почему Давид был успешен. Не потому, что он обладал сильными людьми, которые его окружают, не потому, что он обладал колоссальным умом или стратегией, да, не потому, что он был коммуникабельным, когда мог договариваться с окружающими народами, филистимлянами, маовитянами, аманитянами, не поэтому, потому, что он говорил, тебе единому Господь я согрешу. Тебе. Ты являешься тем мирилом, который определяет во мне, что я буду делать. А что я буду делать, а что я буду делать? Ты, Господь, не я. Ну, дай Бог, чтобы вы так же размышляли. Вы знаете, да, кто такой Самуэль Морзе? Морзе. Азбука Морзе, да? Вот представьте, да, когда он изобрел свою машинку, вот только-только вот он ее изобрел, он ее презентовал, то есть, представляете, аудитория там, да, научных деятелей и все вот это вот общество их, да, они, когда увидели, да, что это работает и приносит какой-то результат, они его восхваляли и боготворили. Он им сказал, кстати, он был верующим человеком, он им сказал, подождите, подождите, не я, ему вся слава, не мне, ему вся слава. Первые слова, которые были напечатаны на азбуке Морзе, Самуэля Морзе, были слова из числа 23-23. Вот что говорит Бог. Интересно, да? Представляете, да? Вот. И мы видим с вами, да, что Божье величие проявляется в его славе. Второе, на что мы обратим внимание, это третий стих, что Божье величие проявляется в его силе. И здесь он говорит, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. По-другому, да, по-другому он говорит, малыши из детского сада пойдут против хорошо обученной армии вермахта фашистской Германии и без единого выстрела одержат победу. Бред, я говорю. Ну, я реально бред говорю сейчас, да? Так вот, с точки зрения, да, концепции, да, с точки зрения понимания, как-то была Великая Отечественная война, с точки зрения всего. Тогда что получается, юбилеврят, что ли? Опа! И здесь как бы, да, вот это как правда. И там как бы неправда, и здесь правда. А тогда как Давид, 15-летний юноша, взял, да, двух с половиной метрового человека взял, победил, без единого выстрела. Он не Ахил, которого макали в воду, да, там, по лименде, да, что у него одна пятка только была, там, да? Он не Ахил, он в Альфе не служил, он краповый билет там не получал, там, да? Ну, то есть, он... 15 лет, что ли такое? Что? Ну, льва мог замочить, да? 15 лет не такое, что ребенок. Ну, да, я недавно, мы недавно одному клиенту делали лестницу, и стоит отец чуть выше меня, и заходит сын чуть выше отца. И мы так разговорились, отец говорит, да вот мы, мы вчера, с Чехии прилетели, чемпион мира по боксу. Я говорю, а сколько ему лет? 15. Я думал, ну, то есть, сразу мы стали делать лучше лестницу, то есть, чтобы, да, чтобы вообще косяков не было, потому, что он возле выхода стоит, а больше выхода нет, ну, не поэтому. Это понятно. Но сам факт того, что моральный дух в 15 лет не такой, как в 40, или как в 50, понимаете, да? Моральный дух, он воспитывается поступками, опытом. И я могу предположить, взять на себя такую смелость, предположить, что те истории, которые он описывает, они не были вот за неделю до этого, когда ему исполнилось 15. Возможно, ему было 14, возможно, 13. Понимаете, да? И здесь мы видим, что Давид говорит, немощные люди побеждают могучих. Немощные люди побеждают могучих. Я бы хотел немножко заострить внимание на том, что сегодня, сегодня люди силу Божью себе приписывают. Знакомы вам это? Когда люди пытаются, на примере Йоова, мы чуть ниже потом к этому вернемся, на примере Новохудоносора, о котором я хотел бы сейчас немножко поговорить. Знаете, кто такой царь Новохудоносор? Помните, да, какую фразу он сказал, после которой Бог начал с ним «Давай, Новохудоносорушка, проходи, первый глаз по ознакомлению со мной». Какую фразу Новохудоносор сказал? Нет, Бог. Вот он, величественный Вавилон, который построил кто? Я. Бог говорит, ты проходи, Новохудоносорушка, давай, что ты там стесняешься от дверей? Заходи, заходи, давай, садись, садись, открывай, вот, давай, тебе как практика семь лет, давай, больше не будем, как бы, семи лет достаточно, чтобы ты его разумел. Что он сделал с Новохудоносором? Превратил его в неведомую зверушку, который ел траву, который носился по полям, и вы представляете, попробуйте просто представить эту ситуацию, все люди, которые трепетали, в Вавилонской империи перед Новохудоносором, который захватил все, что можно было захватить, в Вавилонской империи. Там была и Италия, и Австрия, и Норвегия, там была и Турция, и Африка, там была Болгария, ну, то есть, я говорю, современные государства, то есть, Новохудоносор сам находился в Вавилоне, но под отчетной территорией ему была вот эта огромная территория, представляете, да? Все не следали, потому что он всех уничтожил, единое противление, единое противление, смертная казнь, и вот представляете, вот этот царь становится зверушкой и носится, да, по царству, да, вот, и все люди, которые только могли, да, быть в Вавилоне, они смотрят на него, и что они делают? Они в шоке все от него. Царь. Это кто? Царь. Какой царь? Ну, наш царь. Да как царь? Ну, царь, вот же, ну, скачет царь, что они, царь, а мы его царство. Это что-то вообще непонятно. У Бога для него был первый класс. Сразу с практики начнем, давай, сразу отработаем, семь лет посмотрим, там, что дальше. Чем все это закончилось? Кто может мне сказать? Возвел глаза мои к небу. По окончании же дней тех, да, Даниила четвертая глава, я, навухудоносор, возвел глаза мои к небу и разум мой возвратился ко мне. Да? То есть, он зашел в класс через семь лет, да, с поникшей головой, да, сел, положил руки на парту и опустил голову. Он говорит, и благословил я Всевышнего, восхвалил, прославил пресносущего, которое владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды, и все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто бы мог противиться руке и сказать ему, что ты сделал. Вот это урок, да, вот это мощь вообще. Навуходоносор, который не слушал Даниила. Навуходоносор, который потом с его друзьями, да, его обманут, он поставит их в положение, да, а, нет, это не Навуходоносор был, это царь Кир был, который станет в положение, когда он с Даниила поступил, когда в рог его, да, отправил. Это другой уже, следующий царь, царь Кир, отправил друзей в печь. Тут на тебе, какой урок прекрасный. Я думаю, что вам лучше не допускать этого, чтобы Бог с вами поработал в отношении, в отношении с ним. Он силен превратить нормального человека в зверушку, для того, чтобы доказать, что он является единым владыцем. Слово зверушка, да, мы можем как аллегорию считать, потому что зверушкой можно стать через употребление алкоголя, через наркотики, зверушкой можно стать через болезнь, зверушкой можно стать просто через то, что Бог просто заберет разум. На время. Ненадолго, на семь лет. Может быть на четыре, может быть на, неважно на сколько. Бог может совершить эту работу. Если вы сегодня сомневаетесь, то просто, я как свидетельство, я сомневался. Я сомневался. И с каждым разом, когда я говорил Господу, нет, у меня свой план на свою жизнь, Господь говорил, ну, давай, давай, на-ка, зверушка. Алазика. До сих пор уже одиннадцать с половиной лет, Господи, еще семьсот тысяч осталось себе отдать. Чуть-чуть совсем, но ничего. Зверушка побегал. Понимаете? Там обманул, там украл, там... и везде сейчас надо вернуть. Удивительно, да? Я, когда моя жена мне говорит, зачем, ты, когда мне жениться предлагал, ты не сказал, что тебе столько денег не было. Серьезно, да. Потом, я, может, как-то с ней приеду и спросить у нее. Я говорю, Бог тебе закрыл глаза, уши, рот, все закрыл, мозги твои перепутал. Ты сказал, да, я бы с ней кредитился и говорю, и все равно. Хотелось бы еще немножко примеры привести в отношении Божьей силы. Откройте Иов, пожалуйста, с 38 по 42 мы выборочно посмотрим несколько стихов. Это беседа с верующим человеком, но это очень мощный урок для тех, кто сегодня отрицает. Да. С 38-го. Глава. Глава 38, с 4-го, да. С 38-го по 42-ю мы немножко выборочно несколько текстов посмотрим, когда Бог Иову говорит о том, кто Он есть такой. С 4-го стиха, 38-я глава. Где ты был, когда я полагал основание земли? Мощный, да, аргумент? Помните, с чего история начиналась? Мы вот когда, вот давайте, вопрос сначала к вам. Вы когда Иова читаете, да, изучаете, какой он, положительный или отрицательный для вас? Положительный. Положительный, да, но со своим перчиком, да, небольшим. То есть, представляете, да, картину Иов, его постигает беда, что он своей жене говорит? Бог дал, Бог взял. Правильно? И в этом не согрешил и в этом не согрешил Иов устами. Когда там была беседа Бога с дьяволом, да, он говорит, вот смотри, Иов, ты его оградил. Он говорит, забери у него все, только смерть его, да, только жизнь его не лишай. Он ему дал страшную болезнь вообще. Вот, и даже в этом Иов не согрешил. Потом к нему приходят друзья, которые по контексту того времени, по богословию того времени, они его обвиняют, потому что раньше думали люди, когда какая-то беда, значит у тебя есть грех. То есть там не было того, что Бог просто может допустить даже для нормального человека просто какую-то беду. Как у Павла, помните, да, ты мне дал жало вплоть. Трижды, говорит, я молю, чтобы ты удалил жало вплоть, но ты все равно мне его даешь и даешь. Хотя Павел был правильником, да, вот, то есть никаких там предпосылок для того, чтобы там Павла стереть в порошок, там, да, или палкинув в колеса благовестия там, сувать не было. Но был план в отношении Павла. И здесь в отношении Йога та же самая история. Потом, когда друзья приходят, говорят, ты грешишь. Он говорит, да нет, не грешу. И вот этот диалог длинный, там, с четвертой главой, там, по 37-ю длиться, да, когда там три друга пришли, потом еще один пришел, молодой говорит, вы что, говорит, это на него напали, говорит, там, да, Бог же вот такой, 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 они говорят, ты, говорит, вообще молодой тут, молчи, что ты тут нам рассказываешь? Если, говорит, у него в жизни такая деда, значит, он грешник, конченый. Давай кайся в своем грехе. Йога говорит, да я не виноват, Игорь, да что вы ко мне пристали все? И он начинает Господу высказывать, Господи, за что у меня такое все вот это? Вот у него перчинка была. Он все полностью доверял Богу, но никак не мог уразуметь, почему Бог с ним вот это допустил. То есть, я вам сейчас книгу Йога буквально в двух предложениях не скажу. Но обязательно прочитайте. Смотрите, он говорит, где ты был, когда я полагал основание земли? Это мощный вопрос убийцы. То есть, Йогушка, вот садись давай на вторую парту, да, то есть, второй класс у тебя, как бы, на уходоносе в первом классе был, ты давай, во второй, ты уже как бы верующий, да. Вот, давай, где ты был, когда я землю полагал? Я думаю, что Йога сначала хотел что-то сказать, да, потом как бы, ну, то есть, когда Бог ему говорит, сами припаяшь, сейчас я буду говорить, а ты мне отвечай. И Йог хотя бы раз ответил, нет? Он два раза ему сказал. Первый раз сказал, ладно, ладно, Господи, ладно. Второй раз сказал, все, все, Господи, все, я понял. Все, у него не было аргументов. Вот смотрите, дальше пятый стих. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждены основания, или кто положил краеугольный камень ее? Вообще, вопросы убийцы, да? Он реально убийцы, вопросы. Господи, ну как, ну, меня не было. Ну, то есть, я сразу бы так ответил, я бы сказал, все, и два, я пошел. Кто затворил море воротами? Восьмой, девятой стихи. Когда мой столбик вышел, как бы, из чрева, когда я облака сделал одежду, и он глуп пеленами его, и утвердил ему мое определение, поставил запоры и ворота. Восемнадцатый, девятнадцатый стихи. Обозрел ли ты, Йов, широту земли? Объясни, если знаешь это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Все, да? Стопор. Тридцатьчетвертый, тридцатьвосьмой стихи. Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Ну, давай, да? Давай, Йов. Давай. дождь. 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 Можешь ли ты так сказать, чтобы дождь пошел? Нет, не можешь. Да? Йов, тридцать девятая глава, тринадцатый стих. Ты ли дал красивые крылья павлину, и перья, и пух страусов? Двадцать шестой, двадцать седьмой стихи. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слово возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Все вопросы, которые Бог ему задавал, начиная с тридцатьвосьмой главы по сорок первую, все вопросы, какой ответ будет иметь? Нет. Или по-другому. Ты Господь. Ты Господь. Йов, сороковая глава, с третьего стиха. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, Бог ему говорит в отношении себя, обвинить меня, чтобы оправдать себе, такова ли у тебя мышца, как у Бога? Да, народа. Господи, зачем ты меня это спрашиваешь вообще? Ну серьезно, да? Представьте, если Бог с вами начнет так разговаривать. Ты в меня не веруешь, ты в мое творение, кто ты такой? По-другому. Или почему ты бездействуешь, ты мое творение, я дал тебе вписание определения, а ты ничего не делаешь. Ты кто такой? Охота, как Иоанн, упасть сразу, да, лицом вниз вообще, руки распластать, и все, и умереть, как Иоанн, помните, да, в откровении сказал, я упал, ты хотел быть все, что я умер вообще, после того, как Бог со мной начинает разговаривать. И некоторые еще умудряются говорить, нет, Господь, нет, я сам для себя решу. Твоей силы недостаточно, чтобы мое жизнь уйти, и будь осторожна. Иоанн, 42 глава, реакция Иоанн, и отвечал Иоанн Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Иоанн реально понимал, что Бог что хочет в отношении него, то он и сделал. Все, он его уже запонимал, у него все, его можно перевести в следующий класс, все, он второй класс закончил, ну отлично. 42 глава, ясное тому подтверждение. Ясное тому подтверждение. Он говорит, кто себя вращающий провидение ничего не разумеет, это он так думал, так говорил я, чего не разумел, а дела в чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, я буду говорить и что буду спрашивать у тебя объясним. Я слышал, а теперь, говорит, слухом ухо, теперь же глаза мои видят, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Все, все, экзамен сдал, молодец. Бог силен, потому что Бог вот, все держит в своей руке, он абсолютен. И его величие вот в этом выражается, и об этом поет Давид восьмом сомне. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов, чтобы посрамить их всех. Боже, ничего себе, Господи, какой ты сильный. Ты абсолютная мощь. Вы знаете, да, что Земля, если на несколько километров от Солнца отодвинется, то мы замерзнем все. А если придвинется, то мы все разгорели. Да, то есть вообще, Земля от Солнца на определенном расстоянии движется с бешеной силой, да, никак не меняя курс вообще, да, с начала творения до последнего судного дня, пока все верующие в Иерусалим, а не верующие в Геену Олгу. Представляете, да, Бог своей силой по своему слову вот это расстояние содержит. Все. нас не сдувает с нее просто потому, что чуть-чуть воздух сжатый, да, над землей, чуть-чуть воздух сжатый над землей, который не позволяет нам, если вот эту скорость, с которой Земля вокруг Солнца двигается, эту скорость сейчас спроецировать здесь на Земле, да, и нашу голову форточку высунуть, то мы разлетимся на молекулу. Понимаете, да? А просто некое расстояние сжатого воздуха, которое называется атмосферным кольцом вокруг Земли, позволяет нам спокойно ходить на земле, да, и нас не сдувает. Не думаем никогда об этом. Бог своей силы, Он сказал, и это произошло. Он силен. А я бы еще дальше пойду. Бог силен взять сердце, вытащить каменное, вложить туда плотяное, вдохнуть туда свой дух, да, и мозги по-другому работают. Мы не знаем, как этот процесс происходит. Мы его не можем расписать на доске, как математическую формулу. Мы не можем его взять и объяснить научными терминами, как это происходит. Что написано? По вере, которую Бог дал, я сегодня это проецирую в своей жизни. Вот и все. Вот и все. Помните, да? Силою Божию, первое послание Петра, первое главное, через веру, соблюдаемых, как и спасение. Бог своей силой дал веру, и сам же своей силой соблюдет нас до дня спасения, до личной встречи с нами. Куда вы хотите больше всего? Я хочу Господу. Куда вы идете сегодня? Я хочу. Я без разницы, что делать вообще? Без разницы, куда идти, без разницы, чем заниматься, без разницы, с кем это делать. Я хочу это делать ради Господу. Я хочу это делать ради славы Его. Понимаете, да? Я вам рассказывал, нет, эту историю? Я не помню. Когда мне пришло время, да, я влюбился в свою будущую жену, и я не знал, рассказывал я эту историю, нет? Нет. Просто ты засмеялась, я думаю, она знает, а откуда она, 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 думаю, знает вообще. Вот. И передо мной стал выбор, это воля Божья или не воля Божья. Ну, то есть, как понять вообще это? Вот. Как мне понять, это воля Божья или не воля Божья? И в главе на тот момент мне попалась небольшая коннеженция, которая называется «Найдена в воле Божья». Очень интересный автор. Вот. Он там описывал, что если человек рождется выше, если человек имеет Духа Святого, если человек бегает греха, ну, да, ну, то есть, он понимает, что это грех, и он это не будет делать, да, стремится это не делать. Если человек осознает, что необходимо жить благочестивой жизнью, да, он там приводит таких пять составляющих, то, как бы, последний, как бы, делай все, что хочешь. Где хочешь, работай. То есть, если пять предыдущих к тебе работают, то ты делай, что хочешь. Я думаю, я хочу на ней жениться. Ну, как бы, ну, и все, как бы. Я подошел к пастору, я говорю, пастор, ну, вот смотри, вот так, вот так, он говорит, ну, и женись, я говорю, и все. Он говорит, а что ты ждешь, должен быть феврерка, что ли? Я говорю, ну, нет, как бы, он говорит, ну, иди, сделай предложение. Я пошел, сделал предложение, все. Все, Господь миловал, мы пожелились. Я думаю, так все оказывается в Господе, так все просто. Когда вот эти пять работают, то вы делаете все, что хотите. Если в вас сегодня работают эти пять, что вы верующие, что Иисус Христос ваш личный спаситель, что вы живете в молитве, что вы бегаете греха, что Дух Святой в вас пребывает, идите и творите. Идите и творите. Что вас может остановить? Да ничто. Что Давида останавливало в его? Да ничто. Он уповал на силу его и на славу его. Все, и потом шел и делал. Ему не страшно было, что за ним Солом бегал, чтобы убить. Он в это время выполнял царские обязанности, защищал свою территорию. Потом, когда пришло время принимать решение в отношении своего государства, он начал принимать решение. Вы помните, что в его истории было, когда его сын, когда его сын Давида, сын Давида, опозорил его перед всем государством. Помните эту историю, да? Когда они, он со своими близкими людьми выезжал с Иерусалима, с Иерусалима, в это время, в это время сын спал с его наложницами в храме. Помните, да, эту историю? Спал с его женами там, на горе, в храме. Сын Давида. Когда Давид выезжал, что он сделал? Он бы мог сейчас взять и этот переворот быстро закончить. Да легко вообще. Использует свою силу. Он говорил, Господь определяет, а не я. И потом, что произошло? Бог обратно взял все это, поменял. Те все там умирали, да? И Давид обратно стал царем. Он всегда во всем уповал на Бога. Он жил Господом. Он без Него не мог ничего сделать. Да, он был во плоти, да, он согрешал, да, он спотыкался, да, он падал. Но всегда возвращался к Отцу и говорил, тебе единому я согрешаю. Больше никому. Вот это сила, да? Итак, величие мы можем видеть в проявлении Его славы. Величие мы можем видеть в проявлении Его силы. И третье, на чем мы посмотрим, это с 4 по 8 стихи, уже оконцовка, это что величие проявляется в Его владычестве. Мы здесь читаем, когда взираем на небеса, наделал твоих перстов, на луну звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что посещаешь его. Немного ты умолил его предангелами, славу и честь, и вымечал его, поставил владыку над делами рук твоих, все положил под ноги Его, овец, волок, всех, а также полевых зверей, кисленых морских, все приходящее морскими стезями. Здесь таких небольших два момента отметим, он владычествует на творение, когда взираем на небеса, наделал рук твоих. То есть, Давид ясно понимал, что Бог все это создал, что все Бог это создал, и он говорит, вот когда я смотрю на все это, кто я такой вообще? Удивительно, да, состояние человека, который имеет личное отношение с Богом. Когда вы, имея отношение с Богом, будете превозносить себя над другими людьми, то вас будет ждать поражение. Когда вы будете иметь личное отношение с Богом, и вы будете ставить всегда себя ниже других людей, вас ждет только победа. Помните, да? Блаженно нищий духом. Да? То есть, тот, кто поставил себя ниже. Не ниже, от которого можно там ноги как отряпки вытирать, да, не ниже, а духом ниже, готовыми служить всегда, готовыми положить свою жизнь на алтарь, для того, чтобы Божье дело было процветаемо. Я, порой я завидую вам. Ну, в каком формате? Я порой иногда, бывают у меня такие моменты, когда я думаю, вот был бы неженатый, был бы без детей, да, я, может быть, тоже присоединился ко всему этому, к вашему видению, да, и тоже вместе с вами искал Господа и радовался. Может быть, это где-то было, может быть, в другом месте, я не знаю, понимаете, я не могу сказать. Я порой иногда, вот, Максим вспомнил Хадсона Тейлора, я читал его труды и плакал вместе с Хадсоном Тейлором, когда он писал о том, что он плакал, потому что пропоредует 20 часов и 4 часа из них уделяет там 2,5 сну, а 1,5 общению с детьми, это просто колоссальный убийственный график вообще. Попробуйте пожить в таком графике, просто вы умрете, как и я. Ну, просто представьте, этот человек посвятил миссионерству в Китае всю свою жизнь, абсолютно всю свою жизнь. Он возвращался обратно в свою страну, призывал людей проповедовать в Китае, но так как никто не соглашался, он ехал туда обратно и опять проповедовал. он жал в силе этого народа, который был врожден, но настроен. Вы знаете, есть один проповедник, не помню его имя, но я слышал о нем эту историю, когда он приехал на конференцию ежегодную, пастырскую. Он был проповедником в Чечне во время первой чеченской кампании. Вы помните, 1994-1995-е годы, когда в Чечне война началась, там было очень жестокое время. Вот я в то время еще учился в школе, заканчивал ее, и вот этот проповедник приехал на конференцию и со слезами на глазах просил о том, что там люди умирают, там нужна Евангелие, нужна проповедь. Пожалуйста, ну, давайте, кто думал. Как раз это был выпуск проповедников, там Московское Богословское семинарие, там, да, там, ух, там, да, столько людей, желающих проповедовать. Он призвал, давайте вы, братья, после, там, после проповеди, во время, там, перерыва, подходите ко мне, я буду составлять список, как бы, там, да, чтобы заранее, в эту конференцию ни один человек не подошел к нему. Просто не подошел и он опять уехал один. Через год на этой же конференции, я когда вспоминаю, вот эту историю, у меня все время в слезы на глазах наворачиваются. Через год на этой же конференции один молодой проповедник говорит, а где этот проповедник из Чечни, который в прошлом году, говорит, призывал, он, что, заболел, не смог приехать, ему сказали, что через два месяца, как он вернулся после конференции, его чеченцы отрезали голову за его проповедь в Евангелие. И вы знаете, что это было великим пробуждением, когда человек 25 уехало, молодых людей, которые в прошлом году закончили семинары. Они поехали для того, чтобы проповедовать, уже не страшась смерти, не страшась того, что, может быть, что-то с ними там сделать или еще что-то. Его пример был колоссальнейшим. Он молча, со слезами на глазах уехал туда проповедовать Евангелие, потому что Бог его призвал это делать. Он не поехал ради имени, ну, серьезно, я не поеду ради имени, зная, что меня туда убьют вообще. Ну, просто не поеду, я трус вообще, просто я трус по природе своей, я боюсь вообще. Ударьте меня один раз по лицу, я уйду сразу в другую комнату. Понимаете? Ну, просто серьезно, я истинно, он говорит. Он просто поехал, потому что Господь ему сказал, езжай, ты должен быть там. Его жизнь послужила колоссальнейшим примером для других братьев, которые на следующий год толпуют ударировать. И там было реальное пробуждение. Пробуждение в окопах, пробуждение во время войны это мощное свидетельство. Поэтому, если вы сегодня задумали что-то делать, делайте это не для того, чтобы вас оценили. Не делайте это ради того, чтобы вас потом в списке, там, да, или нагробная доска почета, там, или еще что-то. Делайте это ради Господа, как это делал Дарья. Как Давид руководствовался своими личными отношениями с Богом, поэтому он так делал. Что есть человек, что ты помнишь его, что ты посещаешь его, да? Не может, ты умолил его предангелами, славу и честью увенчал его? Удивительные слова, да? Он говорит, ты все творение отдал в руки человеку, и владычеству, и господственному. Давай. Ты. Все, что я создал, я тебе отдаю во владение. Вот это да. Ничего себе. Кто я такой, что ты мне все это дал? Подожди, сынок. Вот здесь бомба. Вот здесь бомба, которая взрывается всегда в мозгу, когда начинаешь думать. Я твой отец, а ты мой сынок. Понимаете? Поэтому Давид был чемпионом, или как мы можем его назвать, лидером, да? Или поэтому Давид был успешным. Хоть как назовите, без разницы. Потому что Давид понимал, что это его отец. А он его непослушное дитя. Понимаете? Вот в этом вся красота. Вот в этом все величие Бога, которое мы только что смотрели в 8-м псалм. Пусть Господь вас благословит. По-настоящему быть ему детьми, по-настоящему жить той жизнью, в которой жил Давид. Да, было, местами безуспешно, местами успешно. Но это никаким образом не отрывало его от цели. Цель была единственная. Познание Бога. Назвавшую нас славу в глаз. Познание. А уже личные отношения с Богом, они позволяли быть им успешным во всех делах, которые он делал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...